Считать, что эта плоскость вложена в трёхмерное пространство не так, что она проходит через начало координат, а пусть она не проходит через начало координат. Тогда про все эти точки можно думать как про концы трёхмерных векторов. Правда же? Они все выходят из начала координат, и вот это их концы. Мы можем записать, что x это a плюс t пополам просто. Да? Мы думаем про точки как про трёхмерные векторы. Тогда x это a плюс t пополам, y это b плюс d пополам, а z это e плюс f пополам. И нам всё отнавсего нужно проверить, что x умножить на y плюс y умножить на z плюс z умножить на x равно нулю. Ну, возьмём, посчитаем. Ну так, удобнее умножить на 4, чтобы не возникало знаменателей. И тогда перемножаем. x это a плюс c, y это b плюс d. Значит, a на b плюс a на d плюс c на b плюс c на d. Всё 12 членов будет. Произведение y и z это b на e плюс b на f плюс d на e плюс d на f. И, наконец, произведение z на x это e на a плюс e на b плюс c на c. c плюс f на a плюс f на c. Теперь давайте среди этих 12 членов находить некоторые хорошие тройки. Например, я говорю, что вот а, b, вот точки а, b и e лежат на одной прямой. А вот здесь есть a умножить на b, b умножить на e, и e умножить на a. И e умножить на a. Вот они просто друг под другом. И сумма этих трёх членов равна нулю, потому что точки лежат на одной прямой. Правда же? Замечательно. Теперь какие ещё точки лежат на одной прямой? Например, a на d. У нас есть точки a, b и f. a, b и f лежат на одной прямой. a на d, d на f. И f на a. Вот они. Сумма этих трёх членов тоже равна нулю. Теперь, c на b. c, b и f лежат на одной прямой. Значит, c на b, b на f, и f на c тоже друг друга уничтожают. Осталось c на d, d на e и e на c. Это c, d и e. И они тоже лежат на одной прямой. Значит, всё это равно нулю. Доказательство закончено. Это вычисление, ну, могло бы уместиться на одну строчку, если бы я написал, написал всё на одну строчку. Ну, я имею в виду, что оно могло бы уместиться на одну строчку на доске. Доски бы хватило. Вот так что у вас такой вопрос тоже сужден. Ещё одна полезная вещь, что у нас очень связана с геометрией, это некоторая формула для векторного произведения. Ну, может быть, нам и не нужно в данном случае, чтобы через ноль не проходило. Я так на всякий случай скажу. Наверное, в данном случае нам и не важно, что не проходит. Нам нужно, чтобы ни одна из точек не оказалась в начале координат, всё равно утверждение верное. Что три точки лежат на одной прямой, тогда я только тогда, когда... Это вообще не зависит. Доказательство тоже не зависит. Даже если одна из точек совпадает с началом координат, всё нормально. В данном случае мы никак не использовали то, что плоскость не проходит через начало координат. Это я, ну, не знаю, просто на будущее сказал, что вообще так полезно рассмотреться. Вообще тут произойдут некоторые совпадения, всё-таки точек и векторов. Вот происходит, да. Поэтому мне всё-таки удобно думать про это, как плоскость не проходящая через начало координат, а про все точки, как про концы векторов, которые выходят из начало координат, Но даже если бы лежало, все равно можно думать как про концы векторов, которые изначально как-то. Ладно. Нет, конечно, смешивать точки вектора можно, но кто же за третит. Но просто иногда полезно их отличать. Терема Лагранжа. Собственно, то, что я сейчас рассказываю, это как бы такой рассказ о том, как геометрию переписывать на языке алгебры. То есть как геометрические рассуждения, как геометрические факты доказывать чисто алгебраически, то есть вычислением с векторами. Это, конечно, не всегда очень хорошо, потому что там теряется геометрическая наглядность, но во многих отношениях полезно понимать, какие именно формулы из алгебры соответствуют, каким именно геометрическим фактам. Поэтому я сейчас запишу некоторую формулу и объясню ее геометрический смысл. Форма называется теорема Лагранжа. Это теорема о том, как считать скалярное произведение двух векторных произведений. У нас есть векторное произведение векторов А и В, а мы его скалярно хотим умножить на векторное произведение векторов С и В. Утверждается, что это равно такому определителю 2 на 2. Я сейчас напишу явно, чему равен этот определитель. А на С, А на Д, В на С, В на Д. Это то же самое, что, при этом считается так, вот это умножить на это минус вот это умножить на это. То есть это А умножить на С, В умножить на Д, минус В умножить на С, А умножить на Д. Нет, векторное произведение определено только для трансмерных векторов. Это только в А3. А ВСД это вектор в А3. Как доказать эту теорему? Взять и посчитать. Я не буду доказывать эту теорему. Какая-то одна. Что я? Какая-то одна. Ну да. Ну да. Или что почти то же самое, надо заметить, что как левая часть, так и правая часть. От каждого из этих векторов А, В, С и Д зависят линейно. Поэтому достаточно проверить для всех комбинаций базисных векторов. Сколько комбинаций? Вместо каждого из этих четырех векторов можно подставить любой из трех базисных векторов. Три в четвертой комбинации надо. Ну это просто, там многие комбинации, я сейчас очевидность даю 0, поэтому. Ну просто, но так вот требует некоторого времени. Поэтому я просто предлагаю поверить мне на основу, что эта формула верна. Нет, ну я мог бы ее доказать в доске, но не хочу. Вот. Я хочу объяснить тебе геометрический смысл. Какие геометрические факты можно из этой формулы извлечь. Вот. И эта связь, ну, кажется, более полезная. Либо, значит, либо эту связь можно воспринимать как доказательство этой формулы. Ну, по крайней мере, в частном случае. Вот. Из этой формулы, например, вытекает такая забавная вещь, как сферическая теорема косинусов. Я ее сначала выведу, а потом сформулирую. Сферическая теорема косинусов — это некоторое утверждение про сферические треугольники, то есть про треугольники, нарисованные на сфере. Вот у нас есть сфера. Ну, скажем, единичного радиуса. Давайте так и запишем. Сфера единичного радиуса. И на этой сфере отмечено три точки. Вот нарисован такой треугольник, и его вершины называются, а вот теперь я большие буквы буду писать, а, б и с. Это просто точки на сфере, то есть концы единичных векторов, выходящих из начала кардинота. Вот, это можно называть, это совокупность трех точек, можно называть сферическим треугольником, еще иногда дорисовывают стороны сферического треугольника. Стороны сферического треугольника — это отрезки окружностей. Причем не любых окружностей, а таких окружностей, плоскости которых проходят через центр сферы. Так, вот, у этих сторон есть длины. Что такое длины сторон? Мы их обозначим маленькими буквами. B, C и A. Длины сторон — это вот такое расстояние, которое нужно пройти по сфере. Но когда мы идем по сфере, мы идем, на самом деле, по единичной окружности. И расстояние, которое нужно пройти по единичной окружности, это в точности угол. Да? Между начальным положением и конечным положением. То есть, вот эта сторона А — это просто то же самое, что угол между векторами B и C. А — это угол между B и C. Ну и аналогично для трех других сторон. Теперь у сферического треугольника бывают вершины, стороны, и еще углы у них бывают. Углы мы обозначим через α, β и γ. Как определяются углы сферических треугольников? Значит, это угол между плоскостями, которые содержат соответствующие стороны. Плоскостями, проходящими через центр сферы и содержащими соответствующие стороны треугольника. А угол между плоскостями — это угол между перпендикулярными к этим плоскостям векторами. А можно повторить, пожалуйста? Да, даже я могу записать. Определение углов, да? Вот α, да, определение сторон я уже дал, а α — это угол между плоскостями. О, А, В и О, А, С, где О — это центр сферы. Сфера единичного радиуса с центром О. То есть угол между векторами перпендикулярными этим плоскостям. А здесь нарисую. Если у вас есть две плоскости, то угол между двумя плоскостями — это вот этот угол. Его можно определить либо как угол между перпендикулярными к этим плоскостям. Один из векторов может смотреть в другую сторону. Значит, можно определить как угол между перпендикулярными к этим плоскостям векторами. Или альтернативно можно нарисовать на каждой из плоскостей прямую, которая перпендикулярна линии их пересечения. И тогда это будет угол между этими прямыми. Это вполне естественное определение на две плоскости, которые пересекаются по какой-то прямой. На них нужно посмотреть таким образом, чтобы каждая плоскость была видна как прямая. Вот так на них надо посмотреть. Если вы видите, что каждая плоскость сливается с прямой, то угол между этими прямыми есть угол между плоскостями. Так вот, теперь мы хотим вывести некоторые соотношения, связывающие стороны и углы сферического треугольника. Соотношения можно вывести таким образом. Давайте посчитаем по формуле Лагранжа такое скалярное произведение. А векторно умноженное на С, и это надо скалярно умножить на А векторно умноженное на В. Ну и с одной стороны, без формулы Лагранжа, а по здравому смыслу это вот что такое. Скалярное произведение двух векторов, это произведение Твин умножить на косинус угла между ними. Давайте начнем с косинуса угла. Косинус угла это косинус альфа, потому что А умножить на С и А умножить на В, это как раз и есть те перпендикулярные векторы, которые мы рассматриваем. Рассматриваем. А умножить на С, это вектор перпендикулярных плоскостей векторов А и С. А умножить на В, это вектор перпендикулярных плоскостей векторов А и С. Значит отсюда возник косинус альфа. Теперь надо умножить длины этих двух векторов. А длина векторного произведения, это опять же произведение длин, умножить на синус угла между ними. произведение длины равно единице, потому что все длины равны единице, а синус угла между ними, какой угол между ними, между A и C? B, это синус угла B, а вторая длина это синус угла C. Это что вытекает из геометрических соображений. С другой стороны у нас есть формула Лагранжа, которая говорит, что вот это то же самое, что такое определитель. Значит, A умножить на A, A умножить на B, C умножить на A и C умножить на B. Заметим, что A умножить на A равно единице, потому что это квадрат длины вектора. Поэтому у нас остается C умножить на B, минус C умножить на A и A умножить на B. А это в свою очередь равно вот чему. Опять же, по геометрическому смыслу скалярного произведения, C умножить на B это произведение длин, которое равно единице, на косинус угла между этими векторами, да? Чему равен косинусу угла? Косинус А. Здесь будет косинус А, а здесь будет косинус B, косинус С. Да? Здесь будет косинус B, косинус С. Косинус B, косинус С. Так вот, сирическая теорема косинусов утверждает ровно то, что мы вывели. А именно, что косинус А равен косинус B, косинус С плюс синус Альфа и синус С умножить на косинус С. Синус B, синус С умножить на косинус С. Синус B, синус С умножить на косинус С. Вот это называется сферическая теорема косинуса. Почему это называется сферическая теорема косинуса, это мы выясним. Сферическая теорема косинуса. Кто уже раньше слышал про сферическую теорему косинуса? Спасибо. Давайте я попробую объяснить, почему она так называется. Почему это сферическая теорема косинуса, и какое отношение она имеет к обычной теореме косинусов. Но называется она сферическая теорема косинусов, потому что она является сферическим аналогом обычной теоремы косинусов. Что значит сферическим аналогом? Но, например, это можно воспринимать так. Как обычная теорема косинусов, так и сферическая теорема косинусов. Она выражает длину некоторой стороны через две остальные стороны и угол между ними. Это первая связь. То есть чисто формально она достигает той же цели, да? С другой стороны, сферическая теорема косинуса переходит в евклидовую теорему косинуса при этом предельном переходе. А именно можно считать, что... Значит, можно по-разному считать. Во-первых, можно рассматривать сферы все большего и большего радиуса. Тогда у нас сфера очень большого радиуса, она будет почти плоской. И то, что происходит на сфере очень большого радиуса, очень близко к тому, что происходит на плоскости. И если мы перейдем к пределу, когда радиус сферы стремится к нулю, то сферическая теорема косинуса должна перейти в обычную теорему косинуса. Когда радиус стремится к бесконечности. Я схватываю, да? А, да, спасибо. Когда радиус стремится к бесконечности. Но, с другой стороны, вместо того, чтобы устремлять радиус к бесконечности, можно, наоборот, делать треугольник очень маленьким, а радиус оставлять прежним. Значит, если мы радиус устремляем к бесконечности, то размер треугольника мы как бы фиксируем. Мы не хотим, чтобы треугольник рос вместе с радиусом. Мы, скажем, рассматриваем все время треугольники одного и того же размера, но на сферах все больших и больших радиусов. Или по-другому можно делать так. Можно зафиксировать радиус, зато треугольники делать все меньше и меньше. И смотреть на них под микроскопом. И тогда треугольники будут маленькими, и они, вот эти маленькие треугольники, будут почти удовлетворять обычной теореме косинусов. Сейчас мы это увидим. Впрочем, для того, чтобы это увидеть, вы должны мне поверить на слово, что косинус b, например, у косинуса лучше. 1 минус r в квадрате пополам. 1, даже не мне поверить на слово. А вот в задних людях говорят, что это 1 минус r в квадрате пополам. Ну, плюс еще что-то, но... у малой это квадрате. У большая? У малая, малая, малая. Ну, у большая тоже, но в частности все малая. У малая это в квадрате, да? Даже это в хуже. Я могу лучше написать. Вот. Это значит, что... Если я очень маленький, да? То, конечно, вот этот член тоже очень маленький. Но остальные члены настолько меньше, чем этот, что ими вообще можно пренебречь. Ну, в зависимости от того, с какой точностью вы производите вычтение, иногда и этим членам можно пренебречь. Потому что, например, члены при линейном члене здесь нет вообще. Вот. Это говорит о том, что косинусы очень маленьких углов они очень близки к единице. Вот. На этот счет, имеется известная шутка Арнольда, которая говорит дословно следующее. Она написана в его книжке «Лекция по сравнению с частными производными». Там написано, что если вы возвращаетесь домой по синусоиде, то длина вашего пути увеличится не слишком сильно. Почему? Потому что вы... Вот это как бы прямой путь, если бы вы возвращались домой в тезвом состоянии, да? А вот это тот путь, который вы проделаете после длинной лекции по диаметре. Вот. И можно заметить, что угол, под которым синусоидальный путь наклонен к прямому пути, он, по крайней мере, всегда меньше, чем 45 градусов. А большую часть времени он вообще очень маленький. Так вот, что нам нужно сделать? Длина пути… этого синусоидального, да? Относится к длине прямолинейного пути как к интеграме косинуса соответствующего угла. Да? Но маленький участок… Вам не обязательно знать, что такое интеграм, Просто маленький участок пути, связанный с соответствующим маленьким участком прямолинейного пути, относится как косинус соответствующего угла. Но вот косинус очень близок к единице. Здесь линейных членов нет. И для маленьких углов это очень точная разница. Даже для угла 45 градусов там ошибка не очень большая. Так вот, оказывается, что вот этот путь по синусоиде, он кажется намного длиннее, но он не намного длиннее. Он там на 15% что ли все длиннее, он несущественно длиннее. То есть, ну как, это ничего страшного. Главное не начать вот такие спирали делать. Да, так вот, если мы подставим разложение от косинуса в сферическую теорию косинуса, то мы получим следующую вещь. Мы должны получить и пренебрежем членами выше второго порядка. То мы получим ровно и вклидовую теорию косинуса. Давайте проделываем это. Еднице минус а в квадрате пополам. Будет равно, ну так, примерно равно. С точностью членов очень высокого порядка. Единица минус b в квадрате пополам. На единице минус c в квадрате пополам. Плюс, а что такое синус я еще не написал. Синус b это b просто, да. Потому что следующий член, а вы знаете, чему равен следующий член? Что? Минус b в кубе на 6. Да, минус b в кубе на 6. Этим членам уже можно пренебречь, потому что он меньше, чем b в квадрате. Значит, плюс bc умножить на косинус альфа. Ну и раскрывая скобки, мы получим, что а в квадрате примерно равно b в квадрате плюс c в квадрате минус 2bc на косинус альфа. А это в точности и вклидовая теорема косинуса. То есть действительно и вклидовая теорема косинуса является предельным случаем цирической теоремы косинуса. Так, теперь давайте я последнюю вещь расскажу, о том, которое называется тождеством якобя или якобя. Как-то обычно говорят якобя, следуя англоязычной традиции, потому что англоязычной называть сегодня там якобя это не очень. А на самом деле может и якобя, но это сложный вопрос. Якобу якобя. Что-что? Якобу якобя. Тождество якобя выглядит так. Его можно по-разному записать. Давайте я в двух видах его запишу. Оба вида просты для запоминания, но ассоциируются с разными вещами. Первый такой. А умножить на Б на С, плюс циклические перестановки того, что написано. То есть вот если вы написали первый член, если вы ошиблись и расставили скобки по-другому, ничего страшного. Но главное, что нужно делать циклические перестановки потом. Плюс циклическая перестановка С на А на Б, плюс Б сюда. Б на С на А. Вот это равно нулю. Это называется тоже стояк. Это очень важное тождество, потому что оно выполняется не только для векторных произведений, но и очень важно для алгебры тождество, которое является частью определения алгебры Ли. Вот алгебры Ли это что-то, что ведет себя как векторное произведение, включая тождество якобя. Вот те свойства, которые мы обсуждали в векторном произведении, плюс тождество якобя. Это будет алгебра Ли. Другой способ написать Тождество Якоби Это такой способ Нужно себе представить Что А Это Как бы дифференцирование Которое как бы действует на это произведение По правилу Лебница То есть сначала надо продифференцировать Первый со множителя А на А потом надо продифференцировать Второй со множителя В на А на С Легко видеть, что это то же самое Это просто альтернативные способы Записывания Тождество Якоби Но это векторное произведение Разве не ассоциативное? Векторное произведение Что ж так? Кто сказал нет? Вот говорят, что нет Говорят, что нет Как понять, что нет Допустим, здесь два одинаковых вектора стоят Два одинаковых вектора стоят Если мы расставим скобки по-другому То это будет точно ноль А вот так это не обязательно ноль Потому что вот это один вектор А вот эта скобка Это всего лишь вектор перпендикулярный данному И мы можем векторным произведением Получить любой вектор перпендикулярный данному Ну и что, векторное произведение двух перпендикулярных векторов не обязательно равна нулю Вот контурпендер Так что векторное произведение не обязательно ассоциативное Еще вопросы? Можно на слот подъедет? А это еще проще Здесь всего три вектора Там-то было четыре А здесь вообще всего три Но я вам объяснил Нет, если угодно Я доказал теорему Лагранжа Потому что, ну, по крайней мере, в частном случае Когда два вектора совпадают Потому что это то же самое, что с фирической теоремой косинусов А если вы с фирической теоремой косинусов по-другому докажете То вы докажете теорему Лагранжа Ну, в частном случае теорему Лагранжа А тождество Якоби Я утверждаю, что тождество Якоби Это теорема о том, что высота треугольника пересекаются в одной точке Это в точности то же самое Так что я тождество Якоби докажу так Геометрически, если угодно А если не угодно, то тождество Якоби я не доказываю Зато вывожу из него тот замечательный факт Что высота треугольника пересекаются в одной точке У вас, кстати, будет в листочке Соответствующая сферическая теорема Из которой тоже можно вывести Евклидов в случае Но давайте мы обсудим Евклидов в случае Ну и между прочим Все сферические вещи Они точно так же делаются И в гиперболическом случае А гиперболический случай Это геометрия Лобачевского Почему точно так же получается Вещь для геометрия Лобачевского Это мы тоже поймем Пока это конечно непонятно Потому что у нас был другой подход Геометрия Лобачевского Но на самом деле Я предлагаю авансом поверить в то Что все что делается в сферической геометрии Можно тут же сделать и для геометрии Лобачевского Только там синусы заменятся на гиперболические синусы Косинусы заменятся на гиперболические косинусы Ну и все По крайней мере все что связано С тот же столь на векторное произведение В утверждение Что то что стояками Это то что высоты Ну так вот Теорема Высоты треугольника Пересекаются одной точки Вот мы здесь воспользуемся Излюбленным приемом Состоящим в том что мы Плоскость В которой расположен треугольник Будем считать частью трехмерного пространства И вот здесь будет существенно Что эта плоскость не проходит Чего сначала координат Будет существенно Значит вершины треугольника будут АВ и С И мы на этом треугольнике проведем высоты Одна высота Вторая высота И третья высота Вот так Ну мы априори не предполагаем Что они пересекаются Одной тачки Поэтому Далее салтую картинку Я все понимаю Одна высота А похоже Так Ну и как-то основание высот Надо обозначить Большими Большими хотите, да? Ну давайте большими Б А А вот большая С Очень плохо отличается от маленькой С В этом есть некоторые проблемы Ну Тогда маленькую С Придется писать очень маленькую А большой очень большие Вот Значит я утверждаю Что Давайте посмотрим просто на то же достоякове Вот просто посмотрим и сравним Вот Надо посмотреть И еще это то же самое Вы должны смотреть на то, что это якобы И видеть, что высота пересекается в одной точке Вот Это называется геометрическое мышление Как Как это увидеть? Значит если мы Давайте Давайте я сделаю такое утверждение Что вектор А умножить на Б умножить на С Это вектор перпендикулярен Клоскости Какой он плоскости перпендикулярен Значит вектор Б умножить на С Перпендикулярен Клоскости Естественно вот этой Той Которая проходит через сторону С. А значит векторы В умножить на С и А лежат в плоскости О, а маленькое, а большое. Потому что это начало координат. И мы предполагаем, что плоскость, в которой это все нарисовано, она не проходит через начало координат. Да? Вы верите в это утверждение? Давайте поясним. Я утверждаю, что эти два вектора А и В умножить на С лежат в плоскости О, а маленькое, а большое. То, что А лежит в этой плоскости, это совершенно понятно, да? То, что векторное произведение лежит в этой плоскости, связано с тем, что векторное произведение перпендикулярно стороне ВС. И плоскость тоже перпендикулярная. Мы все проводим как рядышком. Нет, рядышком не бывает. Понятно, да? Да? Вот только... Что? Понятно, нет. Просто видите, здесь очевидно, что векторное произведение принадлежит перпендикулярно плоскости ОВС. Да, я это и говорю, да. И плоскость... и плоскость... и вот эта плоскость тоже перпендикулярна плоскости ОВС. И значит вектор перпендикулярной плоскости ОВС должен лежать в этой плоскости. Вектор перпендикулярной одной плоскости лежит в любой другой плоскости перпендикулярной первой. Вот я этим пользуюсь. Я рассматриваю только плоскости, проходящие через начало координат, поэтому рядышком не бывает. Но все плоскости проводим через начало координат. Поэтому я утверждаю, что если у нас есть вектор, который перпендикулярен одной плоскости, то он лежит в любой другой плоскости, которая перпендикулярна первой. Понятно? По-моему, плоскость ОА А большой не будет иметь, знаете, перпендикулярно плоскости ОВС потому что, например, можно куда-то дальше, чтобы, допустим, ну, например, прямая А малая а большой Как-то не обязательно. В этой плоскости есть вектор перпендикулярно А, не обязательно, да? Не обязательно. Ну вот, например, прямая А малая большая может создаваться уравнением Ирик равно Ольга Тихо Ну, не обязательно, не обязательно. В смысле из того, что Нехорошо, как вышло. Потому что, конечно, это будет правда, если мы это сделаем для сферического треугольника Но, с другой стороны, для сферического треугольника Это будет в листочке Что? Значит, не судьба Слово, что теперь так поймал, как решается задача в листочке Что, что? Ну, что теперь и так поймал, как решается задача в листочке Можно рассказать про листочку Давайте так сделаем Давайте я все-таки, ну, так смухлюю совсем, да? И расскажу Я все равно расскажу часть того, что написано в листочке Но все-таки меньшую часть Давайте предположим, что О находится очень далеко От плоскости АВС Тогда О там вот Очень далеко, при этом Очень далеко В перпендикулярном Очень далеко В перпендикулярном направлении Да? Тогда плоскость, проходящая Через точку О и сторону ВС Она почти перпендикулярна Плоскости Плоскости треугольника Причем это Это тем точнее, чем дальше точку О Да? А может плоскость Дисположим Ну, вот я Я и пытаюсь Особым образом Дисположить, но это Все-таки требует Некоторого предельного перехода Значит, точку О Мы уводим очень далеко И когда мы увели Достаточно далеко Мы можем считать, что Плоскость, проходящая Через точку О Она почти Перпендикулярна Плоскости треугольника И раз она почти Перпендикулярна Плоскости треугольника А высота Перпендикулярна Этой плоскости То она Ну вот То она действительно Будет перпендикулярна Этой плоскости Она почти вернет Другой плоскости Вот Тогда Тогда вот это будет верно Вы согласны? Что тогда Это будет верно? Если бы Если бы Плоскость О А маленькая Большая была бы Перпендикулярна Плоскости треугольника То это было бы верно Ну Ну да Тогда Тогда Это было бы верно Вот Она была перпендикулярна Достаточно Просто То есть Да Да Я говорю далеко Ну вот Мы начинаем Где-то в центре треугольника И уводим далеко Вот В перпендикулярном направлении Нет А мы хотим Чтобы одновременно Все три плоскости Были перпендикулярны А это случится Только когда Мы точку Уведем Только когда мы Точку О Уведем на бесконечность Вот Вот Ну Очень далеко Вот Тогда Тогда вот это верно И значит вектор И значит вот это векторное произведение Перпендикулярна Плоскости О А маленькое А большое Да? Ну Это выполнено Чем тем точнее Чем дальше мы увели точку О При этом При этом мы заметим Что если мы Вместо Трех высот Рассмотрим Перпендикулярные Соответствующим Плоскостям Векторы То сумма Этих векторов Будет равна нулю То есть Эти векторы Лежат в одной плоскости А если Перпендикулярные векторы Лежат в одной плоскости То Соответствующие Плоскости Проходят через одну Прямую Да? Я утверждаю Что если есть три плоскости Такие что Перпендикулярные К ним векторы Лежат в одной плоскости То сами плоскости Проходят через одну Прямую Да? Да Ну я Все плоскости У нас проходит Через начало координат Поэтому они Проходят через одну Прямую Вот То есть Плоскости Содержащие Прямые В маленькое В большое А маленькое А большое И С маленькое С большое Они проходят через одну Прямую Еще раз я запишу сейчас Значит Пусть есть три плоскости Пусть П1 П2 П3 Плоскости Проходящие Через Начало координат а n2, ну не n, а, скажем там, v1, v2, v3, перпендикулярные к ним векторы. Я утверждаю, что v1, v2, v3 лежат в одной плоскости, тогда и только тогда, когда соответствующие плоскости v1, v2, v3 имеют общую прямую. Вот. Которая будет перпендикулярна всем этим трем векторам. Это понятно? Так вот, мы это применяем к векторам, вот это будет v1, вот это будет v2, вот это будет v3. Эти три вектора лежат в одной плоскости, потому что их сумма равна нулю. Следовательно, плоскости, перпендикулярные этим векторам, они проходят через одну прямую. Эти плоскости такие. v3, v1 равняется o, a маленькая, a большая, v2 равняется o, c маленькая, c большая, и v3 равняется o, b маленькая, b большая. Это плоскости, содержащие высоты треугольника. Так вот, плоскости, содержащие высоты треугольника, они, эти все три плоскости, имеют общую прямую. А поэтому высоты треугольника обязаны пересечься в одной точке. Уникальное состояние между этими тремя точками, которые вы доказываете совпадают, насколько же маленькое, насколько угол осталки групповарки, думаю. Это вы... Нет, не кажется, но вы... Я вижу, что вы вверхол на тело и божемет. Ой, да. Значит, нет, я могу объяснить, что произошло. И вам станет еще хуже. Произошло то, что я, значит, по своей глупости стал показывать эвклидовую теорему, так же, как сферическую. После этого, пытаясь выпутаться, я не нашел ничего лучшего, как раскрыть часть листочка, а именно проделать предельный переход, когда, значит, вот центр сферы стремится рискать... Продолжение следует... Главное стерео не доказывает, а то все что-то сдадут, а... Вот. А ко мне теперь придираются. А почему? А почему это я считаю, что точность вот этого приближения, да, несопоставима? Ну, а вот решайте листочек. И вы докажете, что... И вы докажете, что все в порядке. Все, лекция закончена. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, скройте, пожалуйста, окошки, что может они засенуться, а там истейшим урел. Сдаст. Да. Да. Да, конечно. Что, шибелитесь, конечно? Да, да. Нет, раз… Это значит, что ушко много дорого, осталось, что у себя постар, ну, как он по дороге? Я буду. Да, это значит, что я зашел, если я к самому переделал. Нет, я сейчас пытался заканчивать в овремя, Не, 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 не. Да? Давай, покажите. Я про... Да, парень, не что-то сказали. Две речи, понятно. Ну, это как раз... Это не прикал. Ну, это как раз, как раз, это... Повыслить, вот, у нас... Ну, опять же, мы тут много подсказок, поэтому я... ...я прочитаю, что... ...вот... ...толкнуть... ...толкнуть... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Да, тебе бы ему не хватило листов, конечно, такие есть. Они, листки есть. А если вы в стулю ставите, на лекцию, как вы закатали, то что он не идет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok